У нас около нашего города есть птицефабрика, как я говорила, на которой используется только ручной труд. И мы хотим представить проект, в котором будет минимально использоваться труд человека. Из деталек детского конструктора и простых механизмов эти дети, на вид которым не больше и 10 лет, создают настоящий бизнес-проект для своего родного Тутаева. Задумка такова. Курицы находятся над сортировочной платформой и после того, как яйцо снесено, оно падает на конвейер. Причем крупное и мелкое автоматически сортируются. Далее на пути яйца проходят очистку и попадают прямиком в упаковку. Когда все три датчика срабатывают, прибегаются во второй ряд. И робот опять ждет еще три яйца. Решетка медленно опускается вниз и на них подчатывается срок изготовления яйца. Идея смастерить именно сортировочную станцию зародилась у тутаевцев не случайно. Как говорит руководитель проекта, укладка и сортировка яиц у них в районе наболевшая проблема. Конкретно у меня знакомые работают на птицефабрике. И когда курицы несут яйца, они собирают руками и по пять штук укладывают в коробочку сразу же ручной труд. Но это очень тяжелый, потому что пальцы сводят. На третьем всероссийском турнире робота Штурм представили свои проекты более 150 команд. А это порядка 500 участников со всего центрального округа страны. К примеру, юные изобретатели из Костромы привезли робота-исследователя, который может пробираться в труднодоступные места и передавать изображения управляющим. В следующем году мы переходим на новый уровень образования робототехники, на новый уровень Ардуино. Там мы планируем перевести вот этот пульт управления на шасси, чтобы он смог управлять ногами. И так как у него уроки освободились, мы можем добавить два манипулятора, с помощью которых он может взаимодействовать с окружающим миром. В турнире робота Штурм может участвовать каждый желающий. Здесь не важен ни возраст, ни образование. Как говорят судьи и организаторы конкурса, главная идея. Оценивают роботов по двум направлениям – технические качества и задумка проекта. Именно здесь уже соревнуются не в скорости, не в быстроте, а соревнуются в использовании новых робототехнических технологий, которые используются в современной робототехнике и в мехатронике. Победители всероссийского турнира получили дипломы и сувенирных роботов. Но главная возможность участия в конкурсах российских и международных. Дарья Коос, Евгений Бушуев, День событий.